Всем привет! Всем привет! Друзья, у нас отличное настроение, хорошее такое, радость у нас случилась. Мы получили посылку от нашей зрительницы, от нашей подписчицы Натальи из Турции. Наталья недавно приехала и привезла нам не знаю что, и отправила нам уже новой почтой. Посмотрите, какой коробок! Коробок, я вообще, честно скажу, я сегодня шла на почту, думала, ну, что-то маленькое, знаете, будет. Но здесь просто реально неподъемный коробок, ну, килограмм пять-шесть. Мне безумно интересно, как ты думаешь, Анечка, что же там лежит? Честно скажу, я думала, коробочка будет маленькая с какими-то шоколадками, не знаю, может быть, чаем. Я не знаю, что там, а ты что думаешь, что там лежит? Вкусное. Что-то вкусное? Ну что? То есть угадаем, насколько у нас интуиция нас не подводит. Я думаю, что там чай и какие-нибудь сладости. А ты что думаешь? Я даже такой же. В общем, мы ставим на то, что там какие-то, не знаю, может, лукумы, конфеты, может быть, шоколадная паста. Я не знаю, девочки, давайте смотреть. Булечки тоже интересные. Поцелуйки. Так, девочки, давайте распаковывать. Беру ножнички. Начинаем мы нашу коробку разрезать. Вот так скотч. Ну что, разрезали мы скотч. Начнем, Анютка. Как так сделать, чтобы вам было видно. В общем, открываем коробку. Так, здесь у нас, сейчас покажу, пакет с чем-то. И что-то в бумаге завернуто. И буду просто поднимать, девочки, показывать, что будем первым. Дай бумагу. Давай. Паста шоколадная. Нет. Это не паста шоколадная. Так, девочки, это апельсиновый джем. Класс. Фирма Се-йо-боглу. А, ну-ка, подождите. Я сейчас для сравнения. По-моему, мне кажется, что вот это такая фирма. Я тахин с пикмезом покупала. Секунду, я сейчас вернусь. Да, девочки. Это вот та же фирма. Я вот с Турции привозила себе тахин с пикмезом этой фирмы. И точно такой же, такой же фирмы апельсиновый джем. Я ни одного джема не привозила из Турции. Партакал. Ну, партакал это апельсин. Класс. Такая баночка красивая. Анечка. И посмотрите, там апельсины. Не знаю, видно, не видно на камеру. Прям кусочками. Натуральный. Натуральный. К сырникам, да? К оладушкам. Вообще. К турецким оладушкам. К турецким оладушкам. Тут так интересно запаковано, как фольгой. В общем, я эту фирму покупала в А101. Так, давайте дальше смотреть. Следующую бумажку разматываем. Ой. Ещё. Так, а это... А, девочки, это перечная паста фирмы Бурсу. Я, кстати, такую пасту покупала когда-то у нас на Украине. Ой, в каком супермаркете я её покупала? Бум. Раньше было в супермаркете Бум. Я обожаю. Это, знаете, вот как есть у нас томатная паста, а в Турции есть и томатная, и перечная. Вот. Класс. Так, давайте дальше смотреть. Тут ещё одна бумажка. Ой, господи. Что-то прилипло. Прилипло из инжира. Да. Девочки, это такая же фирма. Варенье из инжира. Я вообще в шоке. Просто в шоке. Мне всё нравится. Посмотрите. Класс. Оно такое всё прозрачное. Такая баночка. Посмотрите, какая красота. Густое, Анечка. Как мы любим. Мы не любим жидкие варенья. Это густое. Супер. Вообще супер. Тебе нравится, котёнок? Прикольно. Так, это бумага. Всё, бумаги больше нет. И здесь ещё, девочки, лежит вот такой пакет. Кстати, Бурсу – это фирма, да? Как перечная паста. Так, пакетик Бурсу. Наталья, что вы там ещё положили? Ну что? Кофе? Кофе. Кофе. Какао. Девочки, какао. Какао от Мехмед Эфенди. Класс. Вообще. Двести пятьдесят грамм. Супер вообще. Зимой. Зимой будем пироги пить, какао парить. Но это Анютка вряд ли сладко. Это, наверное, горькое какао, там, для выпечки. Но всё равно круто, круто, круто. Так, девочки, что у нас дальше? Это оливки. Такая баночка прозрачная. Нормально, это оливки. Я люблю оливки, да. Посмотрите, как... Ой, подсвечивает. Такая баночка Onsu. Фирма Onsu. Уважаю оливки. Вообще, мне тут всё нравится. Это. Это масло оливковое. Девочки, у нас с этим маслом был целый квест в Турции. Мне муж в этом году запретил привозить оливковое масло, потому что оно много весит. Правду говорю. Я хотела привезти себе масло из ореха. Фундук. Фундук. Но вы видели, какие у нас были забитые чемоданы? Ванька! Вы знаете, как я люблю оливковое масло. Я всё готовлю на оливковом масле. Здесь один литр. Зайтин яги ривьера. Ривьера, это, наверное, для жарки. Это, наверное, не экстра-верджи, не для салата, а для приготовления пищи. Один литр. Камиле в Мигросе продавалось, да, Анютка, такое масло? У нас даже на видео есть. Класс! Я в этом году не привезла ни капли масла из Турции. И тут праздник, праздник, праздник. Спасибо огромное, спасибо. Так, тут ещё что-то есть. Шоколадная паста. Прикольно? Это для тебя. Анютка из шоколадной пасты. Маленькая такая. Так. И последнее. Девочки, ну это вообще. Что? Глянь, даже на молнии закрывается. Это рис? Девочки, это рис турецкий. Посмотрите, в каком мешочке. И вот здесь, посмотрите, сумочка. И у сумочки есть замочек. В общем, вот эту штуку нужно снять. Вот эта нитка распорится. Открываете замочек и насыпаете с мешочка. Посмотрите. Турецкий рис. Здесь один килограмм. Блин, я в шоке. Я просто в тихом шоке. Это всё вообще. А я думаю, почему такое тяжёлое? Оно, конечно же, тяжёлое, потому что оливковое масло, стеклянные баночки. Один рис весит килограмм. Премиум басмати рис. В общем, рис басмати, это очень вкусный рис. И вообще, Турция славится вкусным рисом. Мы, Буля, ну не бывало еще. Девочки, сколько... Вот я пыталась приготовить рис дома. Вот такой вкусный, как в Турции, не получается. Но, естественно, везти рис из Турции... У меня... Мне хотелось там шоколадную пасту. Меня бы муж не понял, честно скажу. Он бы мне не разрешил бы в чемодан положить рис. И я даже не просила. И тут... А я, кстати, буквально пару дней назад задумывалась над тем, чтобы приготовить плов. Аня, плову быть. Мы с Турцией привезли специи как раз турецкие. Сделаем с турецким рисом. Да, котик? Да на турецком оливковом масле... Сынки с турецким. А с турецкой перечной пастой... Ты представляешь, какой у нас будет котенок плов? Ну, варенье добавлять в плов уже не будем, ладно? Без варенья в этот раз, вроде. Ассалички с вареньем? Мне очень хочется апельсиновое попробовать. Вообще, девочки, я никогда не ела апельсиновое варенье. Не, в Турции мы ели. Вот в этих маленьких... В отелях дают маленькое сливочное масло. В общем, подводя итоги всего, что мы сегодня распаковали. Вообще, хотим вам сказать огромное спасибо, Наталья, за... Ну, не знаю, ну... Знаете, иногда люди, знакомые, тебя там забывают с чем-то поздравить или что-то тебе передать. Ну, просто потому что не хотят, да? А здесь как бы абсолютно... Ну, это не родственник. Вы наш. Не какой-то там близкий друг. Я вас даже вживую, кроме переписки и ваших комментариев к нашим видео, никогда не видела. И вы просто решили нам сделать такое приятное, да? Тебе понравилось? Вообще, огромное спасибо. Я надеюсь, что посылку было распаковывать интересно не только нам, но и всем зрителям нашего канала, потому что, знаете, когда ты что-то заказываешь, я тоже снимаю распаковки, но я знаю, по крайней мере, что я найду в этой посылке, да? А здесь нет. Спасибо огромное. Сейчас еще ближе все покажу, как выглядят наши богатства. Да, котик? Девочки, покажу поближе всю нашу посылку. Значит, маленькая шоколадная паста вот этой же фирмы, что у вас 101 Сейдуглу, джем из инжира, варенье из инжира, варенье из апельсин, татлы бибер, салчасы, это перечная паста, какао от Мехмед и Фенди, Онсу, я не знаю, что это за фирма, оливки. Я люблю такие, оливковое масло и килограмм риса. Ой, девочки, сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Я просто не знаю, я даже как выразить свои эмоции вообще. Мне все очень понравилось. Этот мешочек меня вообще подкупил. Просто нереально понравилось. Поэтому большое спасибо за просмотр. Еще большее спасибо Наталье, которая нам это все прислала, привезла для нас. Я даже слов не могу подобрать. Я не знаю, мне в этой посылке нравится абсолютно все. Ну все, дотица, теперь сегодня надо срочно сырники с апельсиновым джемом. У меня как раз есть творог. Я сейчас быстренько приготовлю сырники. Я хочу так попробовать вот это, девочки. Инжирное варенье я ела. Я потом еще раз попробую. Шоколадную пасту мы тоже знаем, какая она на вкус, что очень вкусная. Но апельсиновый джем мне прям надо. Все, побежали готовить сырники. Сырники мы пожарили. Это не все сырники. Я еще часть своей коллеги угостила. Она приболела и очень любит мои сырники. Поэтому нажарила не только для себя, но это то, что нам. И еще судочек отвезла. Муж попросила, отвез коллеги. Вот красавчики наши получились. Девочки, рецепт сырника сегодня не снимала, сырниковый. Я вам уже его показывала, не знаю сколько раз. Сейчас постараюсь в описании добавить ссылку, потому что вы спрашиваете, как я их готовлю. Кстати, коллега позвонила, сказала, что только муж отвез, сразу попробовала. И она, и мама, в общем, тоже очень сильно понравились. И сразу спросила рецепт, как такие получаются. А я с вами тоже поделилась уже. Ссылку оставлю. Дальше. Мы хотим с Анюткой попробовать вот этот апельсиновый джем. Не знаю, он меня манит, просто страшно. Так, девочки, тут вот он, как фольга, пленкой. Пленка он запакованный, сняли. Так, девочки, открою я. Открою. Такой джем. Ну что, пахнет апельсинами. Посмотрите, надеюсь, видно. Там кусочки. Посмотрите, на заднем плане. Человек, жаждущий джема. Так. Котик, ну бери сырники, какие тебе нравятся. Смотрите, самые горячие верхние. Бери вот эти вот зажаристые и не горячие. Я всегда нижние, верхние у меня всегда самые горячие. Выбирай. Анюта любит, чем зажаристый сырник, тем вкуснее. Бери ложечку. Ой, кто пришел к нам, да, Булька? Бери ложечку, бери джем. Пробуй, пробуй. На один сырничек положи и попробуй. Кусочки, да, кусочки апельсинок? Да, давай, давай. Во мне Бульку, Бульки не давать. Ложку ложи на крышечку пока. Вот. Сырнички с апельсиновым джемом. То, что доктор прописал, да, котик? Да. Кстати, сырники жарила на масле я. Новом, оливковом. Ммм, вкусно. Вкусно? Угу. Кстати, по поводу масла. Вообще, еще раз спасибо. Оно прикольное такое. Знаете, вот, когда ты жаришь, нет вот этого запаха, как, знаете, бывает масло, как горит. Я не знаю, как это описать. В общем, от него нет. Мне очень понравилось и очень экономный расход. Я нажарила две порции сырников, расходовала вот буквально капелюшку. Так, сейчас я хочу попробовать джем. Я чистую ложечку взяла. Ммм, вкусненький. Знаете, прям апельсиновые шкурки, как цукаты, да, Анют? В общем, очень вкусно. Еще раз огромное спасибо за такую вкусную... Встаю ложку облизи. Вкусную посылку. Мы сегодня уже два, как сказать, два товара или две вещи, да, попробовали. В общем, джем, масло, все супер. Спасибо всем за просмотр. Наталья, вам еще раз огромное, преогромное и преогромное спасибо. Ребенку все очень понравилось. На этом сегодня мы со всеми вами прощаемся. Желаем вам хорошего вечера, хорошего настроения, чтобы все, что не задумывали, у вас сбывалось. Да, Кисеня? Все, всем пока-пока.